Закончился чемпионат России подзюду очередной. Закончился он неплохо. Не скажу, что хорошо, но неплохо точно. 11 спортсменов у нас боролись за медали на чемпионате России. 6 из них попали в призовую тройку. И 5 человек, к сожалению, остались за чертой призеров, заняли 5-е место. Ну, несомненно, стоит отметить повторный успех Армена Огаяна. В этом году он уже более солидно все это сделал. Он уже боролся более уверенно, расчетливо. Менее энергозатратно. И, соответственно, сохранил силы еще и на командное соревнование. Где также уверенно успешно боролся и не проиграл ни одной схватки. Большой шаг вперед сделала для себя Глафира Борисова. Выиграв также уверенно чемпионат России. В прошлом году она только-только сменила категорию. Был второй старший чемпионат России в новой весовой категории. И она смогла только занять 5-е место. В этом же году уверенно прошла всех девочек. Достойно завоевала золотую медаль. По борьбе, по качеству борьбы был достойен золотой медали Аюблиев. Спорное судейское решение лишило его этого. В одном защитном действии он дал повод судьям решить, что это было запрещенное действие. Запрещенный уход через голову. Вот просматривали потом неоднократно. И были разные мнения, в том числе много мнений было, что не нужно было давать Ханцоку. Но в итоге это серебряная медаль. Прежде всего в том, что он действительно был на голову сильнее всех своих соперников. Порадовали Оля Борисова, это родная сестра Глафира, которая также показала отличную борьбу. Завоевала бронзовую медаль в своей весовой категории 48 кг. В этой же весовой категории большой шаг вперед. И также очень порадовала Филькина Лана, которая завоевала 3-е место. Должна была она бороться за 3-е место с еще одной нашей спортсменкой, петербурженкой, Зерщиковой, Владленой. Но схватка их, поединок их не состоялся, потому что Владлена в полуфинале получила Ханцоку и не имела права утешаться. Но для команды Петербурга это не имеет никакой разницы. Медаль все равно осталась в Петербурге. Но в этот раз она досталась Филькиной Лане. Большой успех, я считаю, бронзовая медаль Артема Золотукина в тяжелом весе. Это совсем еще юный для тяжелого веса спортсмен. Он тоже только-только пробует эту весовую категорию. Первый раз вышел на взрослый уровень и сразу же бронзовая медаль. И он порадовал и своих личных тренеров, и сам, я думаю, доволен. И, надеюсь, он закрепится в этой категории как один из лидеров. Конечно, тут еще есть у нас такие ребята, которые боролись за медали. Также, как и в прошлом году, заняли 5-е место. Это Черных Иван и Кривобоков Антон. Немножко ситуация неоднозначная, сложная, спорная. Оба заслуживали бронзовых медалей. В очень сложных, в очень конкурентных схватках все-таки судьи не дали им возможность завоевать эту бронзовую медаль. Я не согласен с действиями судей как в одной, так и в другой схватке. Это уже вопрос о том, как бы это обсудить, каким образом можно с судейским корпусом это проговорить, чтобы нам объяснили, как трактовать правила в той или иной ситуации. Такие спортсмены, которые заняли 5-е места, как Антоний Егор, Гагашидзе, Диана Лищенко, Тамара, должны были, могли и по силам было звать медали. Но даже эти 5-е места для них это шаг вперед по сравнению с прошлогодними чемпионатами. Так что тут можно искать хоть технический брак, какую-то тактическую недоработку, но все же для них это шаг вперед. 11 человек, претендующих на медали на чемпионате России, это достойный результат. Поэтому я считаю, что это неплохо. Но все равно мало. Я не хочу сейчас перечитать других спортсменов, которые были достойны подняться лучше. Потому что кого-то можно назвать, кого-то не назвать, чтобы не обижать. Поэтому давайте остановимся только на тех людях, которые реально все-таки боролись за медали. Последний день соревнований – это командное соревнование. Мы выполнили задачу минимумом, попали в медалисты. Борьба была яркая, борьба была красивая, непредсказуемая. И с нашей стороны, и с стороны соперников. Цену золотой медали решил перебарывание в командном поединке с командой «Урала». Вот так получилось, что выпала категория 78 кг. Она оказалась более успешной у команды «Урала». Выпала бы другая категория, вероятно, возможно. И мы были бы в финале, имели бы возможность завоевать золотые медали. Так мы довольствовались бронзовыми медалями. Отыгрались у команды Москвы за прошлогодний финал. Что можно сказать? Задачу минимум мы выполнили. На следующий год мы имеем право отбирать на чемпионат России по 4 мужчины, 4 женщины. Это очень важно для нас. У нас в финал мужского чемпионата города будет 2 спортсмена, мастера спорта. И тройка, по-моему, девочек мастерская. Ну, если мы наберем столько девочек. Да, у нас есть толковые ребята, есть толковые ребята свои. Есть толковые ребята, которые выступают за Санкт-Петербург. У нас хорошая команда, у нас достаточно дружная. Ребята болеют, переживают. Вот у нас неплохой тренерский штаб, но скамейка запасных у нас очень маленькая. Вот, наверное, это такой основной вывод. Вот я очень хочу, чтобы руководитель тренерского штаба Александр Петрович Архивов в ближайшее время собрал тренеров, обсудил с ними, чтобы они высказали свое мнение. И, возможно, будут какие-то предложения, как усовершенствовать подготовку или сделать так, чтобы в следующем году мы были еще успешнее, еще лучше, еще конкурентнее. И приступать к работе нужно уже прямо сейчас. Надо прямо сейчас, прямо завтра начинать готовиться к следующему чемпионату. Если мы начнем готовиться после Нового года, после чемпионата города, мы не подготовимся ни к чему. Надо наметить необходимые турниры, сборы, составить план, составить план и работать, потому что только так, никак по-другому, пожать руки и идти вперед дальше. Если этого не произойдет, есть другой вариант. Разбегаемся все каждый по своим углам, к чемпионату собираемся и пытаемся там сделать что-то толковое. И тоже вариант, может быть, после этого мы увидим и скажем, не, надо всем готовиться по отдельности, каждый по своей программе, каждый по своему плану, каждый со своими тренерами, каждый и так далее, и так далее, и так далее. Может, это тоже даст успех, и мы скажем, ну вот, наверное, это тоже вариант подготовки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...